В Чудо-женщине есть много вещей, которые отличаются не только от предыдущих фильмов расширенной вселенной DC, но и от большинства фильмов о супергероях, которые были раньше. Это наверняка окажет длительный эффект на киновселенную, открывая новые двери в отношении построения мира и повествования. Человек из стали был чрезвычайно мрачным и кровавым взглядом на традиционно оптимистичного персонажа, к огорчению поклонников и критиков. Бэтмен против Супермена пошел еще дальше, показав двух соперничающих героев, которые обычно сражаются бок о бок. Отряд самоубийц рассказывает про сверхмощных преступников, которых заставило работать правительство, поэтому очевидно, что в нем было мало радужных эмоций. Но Чудо-женщина рассказывает другую историю. Да, в этом фильме есть насилие, в конце концов это фильм про войну, но он показывает главного героя как символ надежды. Когда она впервые появляется в фильме и выходит на ничью землю в разгар войны, она собирается не крушить врагов. Она несет спасение. В мире, где Супермен ломает шею злодею, а Бэтмен клеймит преступников, чтобы их убили в тюрьме, Чудо-женщина предлагает освежающее возвращение к основной концепции супергероя, отходя от идеи, что традиционный героизм утратил свое место. – Это то, о чем ты веришь, и я верю в любовь. Супермен – пришелец, а Бэтмен – миллиардер с дорогими технологиями. А вот Чудо-женщина – полубог с магическими способностями, выросший на идеалистическом острове с бессмертными женщинами. Её фильм выводит элементы фэнтези на такой уровень, которого у киновселенной DC ещё не было. И пускай это не первый фильм DC, в котором есть магия, к примеру, злодею отряда самоубийц зовут Чародейка, происхождение Дианы выводит это на новый уровень. Это фильм, который начинается в чисто фэнтезийной обстановке, а затем знакомит героя с реальным миром. Даже киновселенная Марвел представляет Асгард скорее как научную фантастику в другом измерении, которая вдохновила мифологию землян. У Чудо-женщины ставки совершенно иные. Диана растет в месте, похожем на женскую версию Властелина Колец. Это не только формирует её способности, но также и влияет на её мировоззрение. Её реакция на ужасы Первой мировой войны – попытка победить безумного бога. Конечно, она супергерой, но она ещё и фэнтезийный персонаж, и эта смесь прекрасно сочетается. Добавление её к миру, в котором есть и научно-фантастические герои, такие как Киборг и Флэш, открывает бесконечные возможности для будущих историй в этой вселенной. В нашей жизни Чудо-женщина впервые появилась в комиксах в 1941 году. Однако учитывая, что история комиксов постоянно пересматривается, чтобы вечно омолаживать героев, современная версия Чудо-женщины покинула Томискиру всего 10 лет назад. Фильм развивается иначе – Диана покидает её во время Первой мировой войны и продолжает жить во внешнем мире около 100 лет. Насколько нам известно, Чудо-женщина была первым супергероем в этой версии Земли. Это поднимает вопрос – если она существует уже сотню лет, кто ещё мог появиться? Существует целый список персонажей комиксов DC 30-х и 40-х годов, и Чудо-женщина создана таким образом, что некоторые из них могли существовать и раньше в расширенной вселенной DC. И пускай неясно, коснуться ли однажды фильмы этих героев, Прецедент был создан, и столетняя история супергероев богата на возможности. Супергерои, как правило, моногамны и заводят друзей на всю жизнь, особенно в кино. В этом ключе Стив Тревор играет важную роль в истории становления Чудо-женщины, поэтому неудивительно, что Крис Пайн получил крупную роль в фильме. Однако учитывая, что действия фильма происходят в прошлом веке, у Тревора с Дианой не было шанса жить долго и счастливо, поскольку она бессмертна, а он – нет. Более того, Тревор жертвует своей жизнью, чтобы уничтожить самолёт с газом доктора Яда на борту после поцелуя с Дианой. Почти неслыхано, чтобы возлюбленный супергероя погибал в фильме, особенно в результате героической жертвы. – Я желаю, что у нас больше времени. – Что? Что ты говоришь? – Я тебя люблю! В дополнение к этому смелому повествовательному шагу, режиссёр Петти Дженкинс сказала, что у Дианы будет другой возлюбленный в продолжении. Действия нового фильма развернутся в 80-х годах, а это значит, что кем бы он ни был, их совместная история продлится лишь один фильм, и может оказаться так, что Диана станет первым супергероем со времен Бэтмена 80-х и 90-х годов, которая будет менять возлюбленных в каждом новом фильме. Сила Чуда Женщины выходит за рамки её физических и мистических возможностей. Как персонаж она оказалась более сильной, чем кто-либо ожидал, ровно как и сам фильм. Он был не просто крупным финансовым успехом, он понравился критикам, а этой почести не получил ни один из современных фильмов DC до неё. После премьеры состоялась оживленная публичная дискуссия о том, как творческие умы расширенной вселенной DC извлекли уроки из Чудо Женщины. – Я хочу ей быть всё для меня. Было слишком поздно что-либо менять в Лиге справедливости, которая вышла спустя всего 5 месяцев, но по ходу дела становится ясно, что именно Чудо Женщина, а не Супермен или Бэтмен, будет освещать путь для супергеройской франшизы DC. До сих пор Кларк и Брюс проводили слишком много времени, сражаясь в темноте, но всё уже меняется, и Аквамен с Шазамом тому яркие примеры. Цветовая палитра меняется на более яркие и светлые тона относительно того, что было прежде. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!